Всем привет! С вами снова я и мы в очередной раз будем смотреть на очередного робота. И в этот раз выбор пал на Ребуста. Это довольно свежий робот из линейки Transformers Masterpiece с порядковым номером MP54. Ну что, посмотрим, что этот товарищ может. И как обычно немного о коробке. Она простая, черная и очень плотная. На этом в общем-то все. Ах да, как обычно проверяем данные о лицензии. На этот раз от компании Honda. Ведь именно их машина стала прототипом данного трансформера. И как обычно для японских автокомпаний лицензия предоставлена не в виде наклеек, а просто напечатана на коробке. Внутри коробки нас ждет маленькая красная машинка и немного дополнительных аксессуаров. В общем, три сменные пушки, голографический водитель и мотоцикл. Да-да, вы не ослышались. Именно мотоцикл, точнее мотороллер. И он, кстати, прекрасно помещается в багажнике. Водителя тоже можно посадить в машину. Но, к сожалению, из-за торчащих во все стороны рудиментов робота, это смотрится уже не так эффектно. Но стоит отдать разработчикам должное. Даже при всех недочетах внутренности машины, она все равно смотрится шикарно. Особенно покраска и слегка затемненный прозрачный пластик стекол, скрывающий робота внутри машины. А возможность открывать абсолютно все двери и даже капот с багажником дополняет и без того полный дизайн. Но перейдем к трансформации. Она, как ни странно, очень простая. По сравнению с другими недавними мастерписами, тут нет ни кучи мелких элементов, ни заковыристых частей. Все просто и понятно. Да и робот после трансформации выглядит не особо сложным. А выглядит он как-то так. Ребуст, конечно же, достаточно подвижный, чтобы встать плоско на обе стопы. Да и сочленение и шарниры все на месте. Но из-за громоздких ног и малых углов поворота шарниров сделать красивые позы особо не получится. Зато с балансом у него все просто шикарно. Даже на одной ноге стоит как влитой. И можно даже не бояться поставить его в такой позе на полку. Вот, в общем-то, и все. По итогу робот получился красивым и мощным, но при этом малоподвижным и относительно простым в плане трансформации. Можно даже сказать, что автомобиль получился в разы круче. Ну и немного неприятных, но смешных моментов. Наверное, потому что водитель прозрачный при производстве часто путали ноги. И у меня, и у некоторых моих знакомых у него было либо два левых бедра, либо два правых. Само собой, этот косяк встречается не у всех, да и исправить можно. Но неприятный осадочек после такой проблемы все же остается. Но зато это тот самый редкий случай, когда при идеальной трансформации машина оказывается практически полностью функциональной. И только ради этого ребуста стоит добавить в коллекцию. На этом все. До новых встреч на моем канале! Субтитры подогнал «Симон»!